Подошел к концу футбольный турнир «Кожаный мяч-2020», организованный Министерством физической культуры и спорта, Министерством Махали, а также Ассоциацией футбола Узбекистана. В финале встретились команды Хамза Абот из Анджижана и Олем Лар из Джизака. Хоть соревнования и любительские, но настрой на поле ребята проявили довольно профессиональный. В турнире «Кожаный мяч» ребята 15-16 лет соревновались в махалинских районных и областных этапах. Выйти в финал удалось не каждой команде, хотя желающих было достаточно много. А это ни много ни мало 158 322 подростка из 5 416 махалей страны. У нас даже когда чемпионат Узбекистана такого турнира не было. Какого? Что именно? В Бунетко-стадионе игра идет, такого вообще не было. Условия хорошие, питание все хорошее. На территории стадиона Мелли каждый из игроков боролся до последнего. Бить на кону кубок и звание лучшей команды. Но настоящей звездой финального турнира стал игрок из Андижана – Ахрор Хашемджонов. Он буквально спас команду, забив два гола с пенальти, тем самым завоевав победу для своей команды. Игра была очень интересной и в то же время сложной и напряженной. Джизакская команда оказалась сильной. Но первое место заняли мы. Наша команда с самого начала ни разу не проиграла. Хочу поблагодарить каждого, кто помогал нам и поддерживал. К слову, проведение турнира «Кожаный мяч-2020» имеет важное значение среди мероприятий, организуемых для молодежи в Махалях, в части дальнейшего развития массового спорта и широкого внедрения здорового образа жизни. 6-9 ноября со всех областей выигравшие команды приехали в город Ташкент и между собой состязались. На сегодняшний день вышло три команды основные. То есть это Андижан, Джизах, Кашкадарья и Фергана. И сегодня стали, как вы видели, команды Андижанского. Андижана, основная цель этих соревнований – привлечение наших ребят именно к спорту. К спорту, то есть к такому виду спорта, как футбол. Потому что футбол – это один из любимейших видов спорта наших ребят. Продолжение следует...